здравствуйте здравствуйте присаживайтесь так становится наличие людей по списку группа 22m по списку 15 человек все присутствуют отсутствующих нет присаживайтесь мы с вами повторим пройденный материал на прошлом уроке мы проходили с вами тему из каких основных частей состоит автомобиль шестаков автомобиль состоит из трех основных частей кузова шасси и двигателя а для чего предназначен кузов кузов предназначен для размещения водителя пассажиров и груза у автобусов и и и легковых автомобилей а у грузовых автомобилей еще же встреча бина правильно значит как мы раньше указывали из трех частей состоит состоит из трех механизмов трансмиссия ходовая часть и механизм управления так и все на злою свечи передает крутящий момент двигатель от коленчатого вала двигателя к ведущим колесам и в состав входит муфта с сцепление коробка передачи главная передача и дифференциал главного приводных делаем дифференциал приводные валы колеса правильно ходить но злой для чего служит что включает в себя ходовая часть автомобиля ходовая часть автомобиля включает в себя ароматизаторы и переднюю ось грузовая часть механизмом управления относятся тормоза и рулевое рулевое управление для чего служит тормоза тормоза слушать для для предназначен для оснижения скорости изменения направления движения автомобиля вы правильно сидите значит насколько мы все знаем двигатель является сердцем автомобиля должны так выразиться что такое производство тепловой энергии механического вот правильно здесь значит перейдем сегодняшней темы это общее устройство двигателя значит поршневые двигатели внутреннего сгорания ребята механизма это кривошипно-шатунный механизм и газориспределительный механизм а не зажигание пуска и смазочную систему и преобразование прямолинейно-возвратно-поступательного движения поршня в обращательное движение голенчатого вала основными деталями левошипно-шатунного механизма являются блок цилиндров газораспределительный механизм служит для своевременного впуска в цилиндре горячей смеси и выпуска отработавших газов к газораспределительному механизму относится распределительный вал, толкатели, штанги, ось, коромысел, коромысла, охлаждение она предназначена для отвода излишней теплоты и поддержания температурного режима в пределах 80-95 градусов по Цельсию Существуют системы охлаждения двигателей с жидкостным отводом теплоты в окружающей среду и воздушные, где излишняя теплота отводится от цилиндров двигателя путем обдува их воздуха, жидкостная система, рубашку охлаждения цилиндров и жалюзи радиатора значит, наши отечественные автомашины, семейство ГАЗ, ГАЗ, УАЗ, они имеют систему охлаждения радиаторную двигатель где расположен для паруса, сзади, багажник марсийский сбоку крыльев у УАЗика есть два ушка, душная ее а в остальных автомашинах отечественное производство, как мы ранее говорили антифриз антифриз вода Далее, смазочная система двигателя предназначена для подачи масла к движущим деталям удалению продуктов трения трущихся поверхностей радиаторы, детали системы вентиляции картера двигателя, магистрали и трубопроводы Система питания карбюраторных двигателей служит для приготовления горючих фильтр грубой и тонкой очистки, топливный насос, карбюратор, воздушный фильтр, впускные и выпускные трубы, рушитель к системе питания дизеля относятся топливный бак, фильтры топлива грубой и тонкой очистки, подкачивающий насос низкого давления топливный насос высокого давления, форсунки, воздушный фильтр, впускные трубы, также труба-глушитель и самоглушитель Система зажигания предназначена для воспламенения работы происходит под действием высокой температуры воздуха в результате ее сжатия Понятно? Там готовая смесь бензина подается прямо в цилиндр А здесь за счет двигателя Двигатель это силовая установка, которая преобразует тепловую энергию в механическую Путем работы четырех цилиндров двигателя Создается тепловая энергия Которая... Вот он коленчатый вал Вот он поршень Рецепт работы цилиндров такой Один, три, четыре, два Один, три, два, четыре Значит, первый поршень и третий поршень работают одновременно Второй поршень и четвертый поршень работают одновременно Да, в верхней мертвой точке, в верхней мертвой точке В этом пространстве при подаче топлива создается тепловая энергия Которая вращение вот этого коленчатого вала передается на вот этот маховик С маховика вращение идет через коробку на карданный вал автомобиля, который уже есть Так, основные параметры двигателя таковы Мертвые точки, я вам сейчас объяснял Поршень изменяет направление своего движения Различает верхнюю мертвую точку и нижнюю мертвую точку Далее, ход поршня Что подразумевается под этим? Это путь, проходимый поршнем от одной мертвой точки к другой Да Рабочий цикл двигателя Это совокупность процессов, при которых тепловая энергия превращается в механическую работу В механическую энергию Значит, такт Такт это часть рабочего цикла, который до верхней мертвой точки Или от верхней мертвой точки до нижней мертвой точки Что такое объем камеры сгорания? Или объем сжатия? Это Значит Рабочий объем цилиндра Это сумма объема камеры сгорания и рабочего объема цилиндра Рабочий объем двигателя Сумма рабочих объемов всех цилиндров, выраженная в литрах Степень сжатия Отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания То есть, цифра тактов, при которых происходит преобразование тепловой энергии в механическую работу Различают двигатели четырех тактных хода поршня Или за два оборота коленчатого вала Двух тактами называется двигатель, у которого рабочий процесс совещается за два хода поршня Или уже за один оборот Сейчас чуть-чуть отвлечемся от этой темы Я до вас доведу Сущность ремонта двигателя внутреннего сгорания Как он происходит В автомобилях Отечественное производство Семейства ВАЗ, например Четырехцилиндровый бензиновый двигатель Значит Для более Рационального использования автомобиля Как вы знаете Я до вас доведу Километра После этого Необходимо произвести Ремонт Двигателя Значит Как Сделать это Выгодным для Пользователя Для хозяина автомобиля В двигателях В двигателях Ваз 21,01 Ваз 21,11 Ваз 21,11 В двигателях Объемом 76 Мм Значит С завода Двигатель идет С такой поршневой группой 76 мм Это размер поршня маслосъемного компрессионного кольца. Понятно, да? Значит, как и любой другой материал, материал двигателя, то есть блока цилиндра, чугун, он имеет свойство изнашиваться. Значит, проехали вы на автомашине, стоит, поставите, поменяете форшневую группу на форшневую группу того же размера, то есть 76 мм. Что у вас получится? Двигатель точно так же будет расходовать масло. Есть три ремонтные группы этого двигателя, то есть форшневые группы этого двигателя. Это 76 мм. Приходим к первоначальному показателю 76 мм. Значит, в этом случае блок цилиндров растачивается под 76,4 мм. Под эту форшневую группу устанавливается форшневая группа. Вы проходите еще, вы гильзу растачиваете просто. Растачиваете, задаете следующий ремонтный размер. И вот так не 100 тысяч километров, а уже около 500-600 тысяч километров. После этого уже возникает необходимость замены самого двигателя. Понятно, да? Да. Значит, так, ребята, для закрепления пройденного материала сейчас сделаем небольшую самостоятельную работу в несколько вопросов. Запишите вопросы. Первый вопрос. Второй вопрос. Что такое ход поршня? Третий вопрос. Что такое такт? Кратия? Значит, работаем 10 минут. После этого закрепляем материал. Давайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...